Играли в шахматы два одинаковых по силе игрока. Ну, понятно, что точно это, конечно, невозможно, но, скажем, давайте так, просто решали вопрос, кто выиграл, бросая монетку, да? Монетку гораздо лучше, проще сделать. Ну, или, там, не знаю, какой-нибудь такой хитрый, да, случайных чисел, или действительно два, что надо сказать, идеально, и подобрали, да, там, два близнеца, играли что-нибудь такое. Так вот, играли два шахматиста и договорились до следующего. Ничьи вообще не учитывать. Понятно, да? То есть, вот, играли в ничьи, словно этого и не было. Но, как только у кого-то побед наберется на две больше, чем у другого, объявлять его победителем. И запоминать, сколько длился, сколько игр было. Повторяю, ничьи не учитывая. И даже, и просто, как бы, давайте считать, что просто не бывает у них игр ничьи, да? Вот, дальше, дальше все просто. Требуется узнать, сколько в среднем игр у них людей. Вот, смотрите, они один раз так сыграли. Ну, я не знаю, кто-то взял, два раза выиграл. Все, на этом закончилось все. Может быть, так, давайте сделаем так. Выигрыш будем рисовать отрезочком, идущим вверх и направо. А проигрыш рисовать отрезком, идущим вниз. Вот, представьте себе, например, такая картинка. Выиграл, проиграл, выиграл, выиграл. Уже на две победы больше. Уже на две победы больше, да, отлично. Или другая ситуация. Выиграл, выиграл. Или, да, 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 вы правы, и все, выигрывать. Бывает ситуация такая, проиграл, проиграл. Или бывает хитрая ситуация. Проиграл, выиграл, выиграл, проиграл, проиграл, выиграл, выиграл, проиграл, проиграл, проиграл. Вот в данном случае продлилось это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Продлилось это аж 10х. Здесь у нас было 4, здесь 2, здесь 2. Все понятно? Все понятно, отлично. Во-первых, сколько в среднем продлится их игра? Так, что такое среднее значение? Все понимают или нет? Вот скажем, что такое средний рост всех находящихся в этом кабинете? Да. Во-первых, надо всех измерить. Ну, одной и той же линейкой. Замечательно, измерили. Дальше что делать? Дальше сложить. Все сложить. Абсолютно верно. Или что такое, скажем, средняя зарплата. Очень просто. Берем всех, спрашиваем, какая у тебя зарплата? 90 тысяч. Это 90 тысяч, ноль у тебя зарплата. Можно, можно, я скажу. Какая у тебя зарплата? Никакой. Никакой. У меня есть. У меня месяц одна тысяча. За что? За пятерки. О, родители платят. Ну, от этого я не думаю, что в семейном бюджете большая прибавка. В общем, народ. Берем каждый, значит, выписывает свою зарплату, складываем все эти числа и делим на количество народа. Все понятно? Да. И здесь то же самое. Сыграли они, я не знаю, миллиард раз. Сыграли они миллиард раз. Каждый раз посчитали, сколько матчей было, сложили, на миллиарх поделили. Два. Два. Ничего подобного. Конечно, не два. Понимаете, ребята, это же ясно, что, как вам сказать, это же ясно, что не будет два. Просто потому, что у нас игра не может длиться меньше, чем два. Понимаете? То есть, как вам сказать? Два это минимальная. Да, два минимальная. Ответ будет, конечно, больше, чем два. Вообще-то, может случиться, что играем мы, не знаю, там, десять раз вот там. А, может быть, и больше. На самом деле, возможна ситуация, когда тысячу раз выиграл, проиграл, выиграл, проиграл, выиграл, проиграл. И только в какой-то момент там два раза выиграл. Или два раза проиграл. И вот. Ну и что делать? Мне кажется, у этой задачи нет ответа, потому что они бесконечно есть. Раз могли, выиграл, 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 выиграл. И вот так же бесконечно. Так. Хорошая мысль. В этой задаче, может быть, до бесконечности. Может. Скажите, пожалуйста. А. Вы слышали когда-нибудь о такой штуке, как продолжительность жизни человека? Да, я смотрю. Посмотрите. Кто-то умирает, не знаю, там, прожив минуту, да, вот родился, там какая-нибудь у меня была тяжелая болезнь, ну, таких, конечно, очень мало, но тем не менее, да, вот кто-то прямо в этот момент родился и умер. Кто-то, там, прожил, не знаю, сто лет, да, и умер. Кто-то прожил даже больше, чем сто лет. Сто лет. Сто лет, то совершенно запросто можно себе представить ситуацию, когда человек прожил еще одну секунду. Да. Запросто. Согласна? Ну, да. Сто лет, я не уверен. Ну, в общем, не надо так мрачно. В общем, умирать всегда не здорово. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вы не можете ограничить. Невозможно сказать, люди могут жить сто семнадцать лет, три месяца, два дня и двадцать пять секунд, а больше не могут. Нет такого. На самом деле, продолжительность жизни зависит много от чего. Вы прекрасно понимаете, что все-таки есть такое понятие, как средняя продолжительность жизни. Согласны? Нельзя сказать, что вот, там, человек живет миллион лет, миллиард лет. Это очень откровенная глупость. Точно так же и здесь. Кстати, здесь в этом смысле лучше. Они все-таки не живые, поэтому эти картинки, они, что называется, портятся меньше, да, чем люди. Но, заметьте, они не ставятся. Такая забавная штука. Если вы выиграли и проиграли, то вы находитесь здесь ровно в такой же ситуации, как в начале. Поэтому у них нет старения. Ну, старения-то, может, нет. Но, с другой стороны, представить себе, что все время выиграл, проиграл, выиграл, проиграл, выиграл, проиграл, выиграл, проиграл. Понимаете, вероятность того, что выиграл, проиграл, это одна четвертая. Правильно? Вероятность выиграть одна вторая, вероятность проиграть одна вторая. Получается, одна четвертая. Еще раз вероятность выиграл, проиграл, еще одна четвертая. Одна четвертая, может, надо четвертая, одна шестнадцатая. Еще раз выиграл, проиграл, еще раз одна четвертая. Господа, а вы понимаете, что четверть от четверти от четверти в какой-то момент эта величина станет чудовищно маленькой? А поскольку она станет чудовищно маленькой, то, конечно, да, конечно, в принципе, это возможно, но вероятность этого настолько маленькая, что она даст маленький вклад. Да, да. Да. Вы считаете, что у них нет мамы и папы, которые принесут бутерброд, да? Ну, вообще, на самом деле, во время игры адаптации нельзя. Я же не играю здесь... Почему? Хочу поспать, проигрываю эту игру, просто ложусь и сплю. К черту эту партию просто поспать дайте. Вот, сплю. После этого просыпаюсь, играю еще раз, выигрываю. Потому что мой соперник... Нет, ребят, это... Смотрите, нет, нет. Это задача не на такого рода счастливые ответы. Это задача абсолютно по математике. Сколько в среднем придется сделать таких вот... Сколько придется сыграть, чтобы игра завершилась? Это задача по математике. И, конечно, здесь в некотором смысле сумма бесконечного числа слагаемых... Заметьте, вы поняли, почему я начал занятие с того треугольника? Да. Потому что я хотел объяснить, что иногда сумма бесконечного числа слагаемых — это абсолютно конкретная величина. Вот я вас убедил, что на этой картинке заштрихованная площадь — это действительно одна треть. Согласны? Да. Убедил. Так вот, мне нужно столь же убедительное объяснение здесь. В среднем сколько придется сыграть в играх? Среднее число игр — это конкретное число. Ответ должен быть такой, скажем. Придется сыграть пять целых двадцать девять сотых игр. В среднем. Четыре. Четыре. величина не обязательно целых. Ну что, может быть, пойдем на подвиг? Начнем разбирать? Господа, смотрите, давайте мы просто будем анализировать нашу ситуацию шаг за шагом. Начнем со всем простой вещи. Вначале у нас одна точка — ноль игр. Согласны? Да. Отлично. Что происходит? Какие две ситуации возможны после первой игры? Пошли вверх и после первой игры. Я выиграл или я проиграл? Отлично. Давайте рисую эти две картинки. Так, все понятно? Да. Одна ситуация — я выиграл, другая ситуация — я проиграл. Замечательно. Что теперь возможно во время второй игры? И снова выиграть, и снова выиграть. Могу выиграть. Ребята, это значит, что все закончилось. Кстати, какая доля случаев, что я выиграл, выиграл? Четверть. Одна четверть. Одна четверть. Так, и в этой четвертой доле случаев сколько продлилась наша партия? Две. Две. Замечательно. Вторая картинка — я выиграл и проиграл. Это тоже бывает в одной четвертой всех случаях. Здесь очень важно. Мы вернулись к изначальной ситуации. Согласны? Да. Замечательно. Здесь, когда проиграл, что бывает? Либо выиграл, либо выиграл. Либо выиграл, да. Либо? Проиграл. Проиграл, проиграл. Так вот, ребята, опять это в четверти случаев, и здесь мы вернулись к изначальной ситуации. И здесь четвертая часть случаев, и здесь игра продлилась два раза. Все понятно? Все понятно? А вот теперь смотрите, в чем история. Если игра длится некоторое количество раз в среднем, то, начиная с этой точки, она продлится именно то же самое в среднем количестве раз. Согласны? Потому что ничего не произошло. Выиграл, проиграл. Сбросили с габарителя. Вот. Замечательно. Значит, если у меня в среднем некоторая величина х, то здесь опять будет х, и здесь тоже будет х. Так, мне сейчас просьба, пожалуйста, в тетради ровно такую табличку нарисуйте. Сейчас до разрешения решения осталась буквально одна строчка, но мне важно, чтобы вы вот это вот имели. Значит, итак, с вероятностью одна четвертая две игры, с вероятностью одна четвертая х, и с вероятностью одна четвертая две игры. А вот теперь кто сможет сказать уравнение? Вот надо на основании этой картинки составить уравнение, и у нас все получится. Х разделить на два. Что? Х разделить на два. Одна вторая умноют на х плюс два разделить на два. Стоп, да картинка неверна. У меня же неправильно нарисовано. Я здесь написал, что будет х игр. Ничего подобного. На самом деле, сколько будет игр? Ноль. Нет. Две уже прошло. Два плюс х. Два плюс х, ребята. Почему? Потому что две игры прошло, и еще примерно х надо. И здесь будет что? Три. Ну, 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 ну. Два. Тоже два плюс х. Итак, два, два плюс х, два плюс х, два плюс х. Вот. Так обманул. И все-таки уравнение. Чему равна величина х? С вероятностью одна четвертая два. С вероятностью одна четвертая два плюс х. С вероятностью одна четвертая два плюс х. С вероятностью одна четвертая два. 8 равно 2х Идею поняли? Надо же каждый раз умножать на соответствующую Я, конечно, в этом месте, на самом деле, боюсь, что многие не понимают Но напишите это уравнение, во-вторых, подумайте И вы поймете, что на самом деле так и есть Когда вычисляешь среднее значение, то надо величину умножать на вероятность Надо величину умножать на вероятность Представьте себе, скажем, в этой аудитории Никто плохо на себя не возьмите Я производную численностью называю Скажем так, 80% присутствующих имеют зарплату 0 Хорошо? 10% присутствующих имеют зарплату 1000 рублей И 10% присутствующих имеют зарплату 100 тысяч рублей Еще раз, никаких намеков Представьте себе Вопрос, как узнать среднюю величину? Надо 80%, то есть 80 умножить на 0 10%, то есть 1 десятую умножить на 1000 И еще 10%, то есть еще 10 умножить на 100 тысяч И сложить Иди ее поняли? Поняли, отлично Вот здесь ровно это сделано Так, ну что мы теперь делаем? Понятно, что умножаем все на 4, чтобы дробей не стало Получается такое уравнение 4х это 2 плюс 2 плюс х Плюс 2 плюс х плюс 2 Х равно 4 Х равно 4, это правда Потому что здесь 2х Остается, соответственно, 2х слева А 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 Это 4 умножить на 2 Да? Да, спасибо Х равняется 4 Между прочим, это вполне интуитивно понятная штука Действительно, ясно, что ответ будет больше, чем 2 Но с другой стороны, не сильно больше, чем 2 он должен быть Потому что, заметьте, в половине случаев А именно, когда выиграл, выиграл Или когда прииграл, прииграл Игра заканчивается, собственно говоря За 2 партии Поэтому ответ действительно должен быть Конечно, больше, чем 2 Но не сильно больше Так, ответ получился вполне себе Господа, разумеется Можно, чтобы двигаться дальше Дальше и дальше Но задачу еще можно было бы исследовать Например, я мог бы все-таки выписать Поточнее Потому что я, из всех, немножко запомнился Я воспользовался существованием Этого самого среднего значения То есть, смотрите Я, на самом деле, сделал так Я не нашел среднее значение А я его нашел При условии, что оно есть Согласны? Да, согласны Давайте Я покажу вам пример Как можно обмануть человека Таким способом Вот представьте себе Пусть у меня есть величина Игрек Один плюс два Плюс четыре Плюс восемь Плюс шестнадцать Плюс тридцать два И так далее Все понимают Что тогда Два Игрек Это Два плюс четыре Плюс восемь Согласны? До бесконечности А теперь легко Составляем уравнение Вот этот вот хвостик Это же у нас Два Игрек Получилось Значит Игрек Это Один плюс Два Игрек Ребята Игрек Это Минус Супеница То есть Если вам заплатили Рубль Потом дали еще Два рубля Потом четыре Потом восемь Потом шестнадцать Потом тридцать два И так сделали бесконечно Много раз То это то же самое Что просто у вас Взяли бы один рубль Согласитесь Что это выглядит Ярко скажем Абсурдно Правда? Вот А почему? А потому что На самом деле Эта сумма Не существует Понимаете Когда у вас есть Несуществующий объект То вы Работая с ним Понятно что Можете приходить К любым Сколь угодно Странным Выводом Если вы начали С ложного Предположения Вы представьте себе Что вы Искренне Поверите Что вы сейчас Не в университете А на Луне Замечаете И начнете действовать В соответствии с этим Понятно что Вы в таком случае Что-нибудь Такое странное Сделаете Скафанды потребуете Потому что Воздуха нет И так далее И так далее Начав С бреда Понятно что Вы скорее всего И получите Бред В данном случае Так Я предположил Что существует Такая сумма Ну и Нашел для нее Странное значение Кстати По секрету Скажу Когда Вы будете В старших Классах То вдруг Выяснится Что это Не бредит Выяснится Что есть Такая Замечательная Штука Два Одечественных Числах Два Одечественных Числах Эта сумма Прекрасно Существует Дело в том Что Там такая идея Там Чем Больше Степень Двойки Тем считается Что число Меньше А не больше Вот Ну До этого Еще Дожить Надо А пока Все-таки Для нас Это Просто Такой Пример Абсурда Опять Забавно С одной Точтей Дерни Смотришь Получается Абсурд Чуть Чуть Станете Взрослее И вдруг Выяснится Что Эта Высунка Тоже Имеет Свойство Так У меня теперь Беда Здесь Нет Тряпки А мне Когда-нибудь Разрешат Как включиться К электричеству Тебе Разрешат Как включиться К электричеству В обмен На тряпку Тряпки Нет Тряпки С собой Не ношу Только пиджаки Нет Сосветка Это классно Но Значит Коль Давай так Будем брать Университет Хорошо Уточни Беги Забегаешь В любую Аблиторию Берешь тряпку Прибегаешь сюда Честное слово Будем брать Будем брать Аудиторию Быстрее Сделить надо Так Что нет Нет Вообще Тряпок нет Тряпок взял Из аудитории Да нет Я скажу Посмотрим Спасибо Стой Садись Ребята Это упражнение Не садись О да Молодец Так вот Наш добыча Не может В университете Найти тряпку Как вы думаете Может кто-то Кормить семью Да Свою будущее Никогда Коля Девочки Запоминайте Вот этот мальчик Ненадежный Он даже В университете Где набито Все Тряпка Нет Да Коля Да Здесь все Работают Смелым И с тряпкой Это точно так Как тебя на улице Посадить за снегом Зимой снега не допросишься В университете Тряпку не найдет Ну ладно Так А электричество Тебе найдешь здесь Нет Чего нет А вот Не электричество Вы пытаетесь подключить Коля Пожалуйста Ура Спасибо Коль Посмотри Как делают Профессионалы Соседние Соседние Улыбки 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 Улыбки